Здравствуйте! Вы на канале Александра Миколенко и Питомника Медвино. Сегодня 1 мая 2024 года и я решила снять видео по поводу очередной обработки сада, которую я буду делать. Я тут выставила в порядке, скажем так, очередности препараты, которые я буду использовать для приготовки баковой смеси. Расскажу, что и зачем я буду обрабатывать. Сразу прошу прощения за звук, у меня просто сосед решил косить. Ну и обработку делаю вечером, уже садится солнце, 7 часов. Он целый день не косил, а когда я собралась делать обработку, он стал косить. Ну, у меня другого времени не будет, поэтому уж потерпите такой вот звук на заднем фоне. Так, сразу сделаю маленькое отступление. И вообще я делаю минимальное количество обработок, то есть лишних не делаю, по минимуму. И в среднем у меня весь сад был обработан трижды. Все вместе было обработано трехпроцентным и содержащим препаратом, бордовской жидкостью, по спящим почкам. Потом я обрабатывала сад только фунгицидом, я обрабатывала хорусом до цвета. И потом уже культуры разделились. Что-то я обрабатывала по цвету, что-то после цвета. И сейчас, в принципе, весь сад перецвел, то есть остались только яблони. Не знаю, видно вам. Яблони тут доцветают. Сейчас зацветет голубика. Вот, даже можно сказать, что голубика уже зацвела в таком она состоянии. Еще сейчас вот только-только зацветает айва. Вот так выглядит айва, то есть она цветет. И, наверное, все. То есть все, можно сказать, что сад перецвел. Но есть одна проблема у меня. Из-за того, что не было места у папы, он многие культуры посадил в перемешку. Ну, например, вот он посадил яблоню. Яблоня уже отцвела, ее можно обработать. Но тут рядом айва. Получается, я либо должна ждать, когда перецветет айва, и только тогда обработать яблони. Либо я должна использовать инсектицид, который можно использовать по цвету. Который третий класс опасности, либо четвертый, который не вредит пчелам. Вот тоже пример. Черешня. Уже нужно обрабатывать. Она отцвела, листики появились. А рядом яблоня цветет. И получается, что я либо должна ждать, но можно тогда ждаться, что уже будет поздно обрабатывать. Уже вишневая муха отложит свои личинки сюда. Как бы вроде как и не ждать. И получается, я должна подобирать яд, который не повредит вот этой пчелам, которые будут опылять эту яблоню. Поэтому, если у вас есть возможность, не садите в перемешку деревья, садите блоками. Яблоня возле яблонь, груши возле груш, черешню с черешней. Это и вам будет проще обрабатывать, и будет опыление намного лучше. Итак, вернемся к препаратам. Вот это два инсектицида. Это актилик. Это такой достаточно ядреный препарат. Это инсектицид. У него второй класс опасности для людей. Первый класс опасности для пчел. Почему я его взяла? Потому что у меня на грушу сел, во-первых, во время цветения листовертка. Она ее покрутила, во-вторых, на нее сел клещ, а в-третьих, я грушу не успела. Так получилось, я должна была ее обработать после цвета от плодожорки, но у меня как бы не получилось. И я все ждала, что яблони перецветут. Они как-то очень долго, наверное, больше двух недель цветут. Я поняла, что ждать нельзя. Мне нужно обработать грушу, ну, по сути, от комплекса вредителей. От листовертки, от плодожорки и от клеща. И этот такой препарат, он когда-то считался вообще секретным, потому что его не продавали в малых фасовках, только вот в таких вот больших банках. И его особенность в том, что он работает и как акарицид, то есть от клещей, и от, ну, там, листоверток, пилильщиков и прочее, да, как обычный сектицид. Вот. Там, где у меня груши, вот просто груши, больше никого нет, я буду использовать этот препарат. Там, где у меня деревья растут вперемешку, вот, то есть кто-то рядом цветет, а кого-то надо обработать, я буду работать калипсом. Калипсо – это инсектицид, который имеет третий класс опасности для пчел, то есть он малоопасен, его можно в время цвета использовать. То есть вот это первый препарат, который я буду добавлять в воду, да, вот у меня ведро, сейчас я налью сюда воду, сейчас покажу. Вот у меня 10-литровое ведро, я добавила сюда 5 литров воды, добавлю по очереди все вот эти препараты, размешаю хорошо, дождусь, когда они растворятся, и потом добавлю еще 5 литров воды. И у меня будет вот 10, бачок 10 литров. Воду нужно использовать не холодную, не из скважины, не из колодца, потому что в холодной воде распадаются препараты, поэтому я с утра набираю воду из скважины, и она целый день на солнце греется. Поэтому она у меня не холодная, она у меня такая теплая. Когда было холодно, март месяц, мне надо было делать обработки, я возила теплую воду в этих бутылках прямо из дома, в квартире набирала и возила. Так, вернемся к препаратам. Значит, вот я беру эти препараты и обрабатываю в весь сад. Допустим, если речь идет о груши, я буду обрабатывать от, повторяюсь, от клеща, от плодожорки, от листовертки. Если речь идет о вишне и черешне, я буду использовать инсектицид, ну, скорее всего, вот этот, калипсо я возьму, от тли. Вот я уже вижу, что на некоторых культурах сила тля только начинается. Я буду использовать его от тли и от вишневой мухи. Вообще вишневая муха вылетает, как говорят умные люди, когда цветет акация. Но акацию я что-то не нашла, я не знаю. Мне кажется, что она вот-вот зацветет или зацветает. Эту обработку все равно нужно будет повторять. Поэтому вот для вишни и черешни я беру калипсо от вишневой мухи. Абрикос и персик, в принципе, я инсектицидами не обрабатываю. Но для профилактики, там, если, чтобы, знаете, несколько видов баковой смеси не делать, я как бы могу пройтись. Сливу. Я сливу уже один раз обрабатывала после цвета от сливового пилищика. Уже прошло больше двух недель. Вот я не помню, две или три недели. Мне нужно повторить обработку. Вот я и буду использовать, ну вот, не знаю даже еще кого. Может даже и вот этот. Потому что у меня слива растет, там, блок, там, больше кроме слив ничего нет. И она вся перецвела. Фундук. Фундук. Я не обрабатывала ни разу еще его. Я буду его обрабатывать от долгоносика. Потому что, ну, есть вероятность, они все равно прокусывают орешки. Вот. Его нужно, он сейчас будет размножаться, ползать. Первого мая, в принципе, учитывая, что очень теплая погода, я думаю, что уже пора. Это профилактическая обработка. Так. Ну, если вспомню, от каких еще вредителей. Яблонь ее пока трогать не буду, потому что она еще доцветает. Так. Дальше идет у нас фунгицид. Да, фунгицид. Скор. Вначале добавляем в ведро вот инсектицид. Этот или этот. Перемешивая. Когда он нормально перемешался, добавляем фунгицид. Я использую Скор. Я еще в этом сезоне его не использовала. И в этом сезоне я использовала три фунгицида. Медь. Это контактный фунгицид, когда я готовила из нее бордоскую жидкость. До цвета, либо абрикосы по цвету были обработаны хорусом, потому что было холодно, и он работает при низких температурах. И после цвета я обработала САД топсином. Топсин М. То есть вот эти три фунгицида я уже использовала. Вот. Скор. Сейчас следующая обработка. Я беру Скор. Он работает при высоких температурах, при низких не работает. У нас сейчас где-то 25, но чуть все равно тепло. Уже можно брать. Вот. Скор. Дальше идет препарат фитоловин. Я буду добавлять его в баковую смесь. При обработке груш и яблонь, потому что они больше всего могут поражаться бокожогом. Это профилактическая обработка. Другие культуры я обрабатывать не буду. Сейчас я яблони не обрабатываю, только груши, поэтому я буду добавлять в баковую смесь фитоловин. Только в то ведро, которым я буду обрабатывать груши. Так. Дальше. Дальше все. Это препараты от вредителей от болезней. Теперь. А, Скор, да? Скор. Для чего он? Если это фундук, то это манилиоз, ореховый манилиоз. Если это персик, то это курчавость листьев персика. Если это абрикос, то я работаю от манилиоза. Если это черешня, то там от комплекса, профилактическая обработка от комплекса болезней, типа какомикоз, приастероспариоз, тоже манилиоз. Если это груши, яблоньи, то от парши. Груши еще от ржавчины груши. Ну и от целого комплекса других заболеваний. Это только от бакожок. Все. И теперь я еще в эту баковую смесь могу добавить удобрения. Значит, я в качестве удобрения использую кристаллон. Так, вот так поменяю местами. Кристаллон. Это у меня кристаллон оранжевый. Я делала подкормку в апреле месяце. Здесь максимальное количество, вот смотрите, азот 13, фосфор 40, калий 13. То есть фосфора максимально для развития корней. Поэтому вот этим кристаллоном желтым подкармливают рано по весне. Я делала корневую подкормку, потому что листьев еще не было. Сейчас, ну, у меня нет капельного полива. Мне очень тяжело, на самом деле, делать корневую подкормку. Поэтому я не могла дождаться, когда на деревьях появятся листья. Вот они, листья. Да, значит, уже вот смородина, яблоня. Все, можно использовать по листу и добавлять баковую смесь. И поэтому я буду брать уже не желтый кристаллон, я буду брать зеленый. У меня там большой, 25 килограммов пачка, я его насыпала. Кристаллон особый. У него вот эта формула, да, здесь, вот я просто взяла тут наглядно, 18, 18, 18, 18, то есть 18% азота, 18% фосфора, ой, комары, 18% калия. Когда уже появятся плоды и будут наливаться, ну, у всех это по-разному, черешня раньше, там, голубика раньше, груша чуть с яблоней попозже, я буду использовать кристаллон оранжевый, у него калия будет максимально, там, больше 30%, вот эти будут поменьше, а калия будет много. Здесь целый комплекс, целый комплекс микроэлементов, вот, прекрасных. Ну, здесь, в принципе, то же самое, тут даже, по-моему, больше в этом кристаллоне особом. Вот я его буду использовать. И еще, ну, чего здесь мало, вот тут мало железа в нем. Я купила отдельно препарат хилатной формулы, вот такой вот, для профилактики хлороза, чтобы не было, при недостатке железа растения болеют хлорозом. Листья, смотри, бледные, вот я купила такой препарат, который по листу вроде как работает. И, и, в принципе, все. Так, теперь сейчас по дозировкам пройдусь. Давайте, вот этот Актеллик, он очень ядреный, мне написали, да, 20 мл на 10 л воды, я так и возьму. Калипсо, он такой не ядреный, я возьму, тут написано 5-7 мл, я возьму 15. Я всегда, вот, если такой препарат слабенький, я дозу удваиваю. Ну, 15 мл я возьму. Скор, у него дозировка вроде как 5-10, жидкий он, мл на 10 л воды, я беру 10. Так, фитоловин, я точно не знаю дозировку пока, но я беру 30 мл. Так, кристаллон, а, железо, железо, тут написано 20-30 граммов на ведро, вот на 10 литров, я беру 30 граммов. И кристаллон, тут написано, смотрите как, так, вот, кладово-ягодные культуры, сейчас, кладово-ягодные культуры. Так, 10, где мой палец, 10-20 граммов на 5 литров воды, я беру всегда по максимуму, раз 20-20 граммов, а у меня 10 литров, значит, в два раза 40 граммов на 10 литров воды. Вот такие вот дозировки. Ну и все, и сейчас по очереди-то все сюда добавлю, вот в этой последовательности инсектицид, фунгицид, фитоловин только на грушу, потом кристаллон и потом железо. А, еще очень важный микроэлемент для растений, это магний. Но я его, был в магазине только магния сульфат, я не хочу с серой, потому что сера она как бы закисляет, я не хочу. И она была не в хилатной форме, поэтому магния хилат, вот, он очень легко усваивается, но его не было в магазине. Я бы сюда еще добавила этот магний хилат, но я дождусь, когда он приедет, и отдельно, видимо, придется еще магнием все это побрызгать в следующую обработку. Так, ну вот, я добавила сюда инсектицид, взболтала, вот такая пенка. Ну, по-хорошему надо, чтобы оно тут постояло, но мне особо некогда ждать, поэтому сейчас я добавлю скор, ну вот это вот вода инсектицид, видите, пена. Сейчас добавлю скор, фитоловин, ну и все остальное, покажу, как оно в итоге будет выглядеть. Так, я все добавила, и после того, как я добавила, точнее, после того, как я добавила железо, оно такого черненького цвета, вода стала вот такого как какао цвета, но это ничего страшного. Вот, здесь все, все эти препараты очень хорошо растворяются в воде, и кристаллоны, и железо, все абсолютно, поэтому прекрасно оно быстро растворяется. Сейчас я долью до 10 литров, вот так вот, и пойду обрабатывать свои груши. Вообще, конечно, эти препараты все стоят каких-то космических денег, если честно. Цена на саженцы как-то, люди, такое отношение, как будто все должно стоить копейки, все дорожает, и саженцы как бы должны почему-то оставаться на уровне цен там 7-летней давности, из года в год. Но, я не знаю, все эти препараты, это я ищу мне, допустим, вот этот препарат, его там из Польши мне привезли, там, со скидкой значительной, там, кристаллоны я покупала, но я не такую, я 25 килограммов покупали, они были оптом, тоже на этом немножко сэкономили. Но даже, даже несмотря на это все, они просто космос, космические цены на эти все, поэтому, конечно, иметь сад, такое удовольствие накладно. Давайте пробежимся, вот, допустим, яблоня, в принципе, вот такую яблоню уже можно обрабатывать, да, там чуть-чуть, но у меня вот тут вот яблоня рядом, вся в цвету, как бы не могу, вот пропускаю яблоня, вот груши, смотрите. Вот смородина, да, я, кстати, если кто-то знает, я не знаю, что вот это на смородине, вот, но я когда переворачиваю, я вижу тлю, ой, сейчас я вам покажу, это либо клещ, либо это такой, от тли такой, она выпивает сок, выпивает сок, и вот такие листья становятся, либо это клещ, я не знаю, если кто-то разбирается, скажи, напишите в комментариях. Ну вот тля, все, значит, ее тоже надо обрабатывать, от тли. Так, вот моя прекрасная Барселона, мой фундук любимый. Он, ну, в принципе, он нормально выглядит, я просто видела, говорю, у людей видео на 14 апреля, все было объедено, просто, все объедено, заболел манилиозом фундуковым, ой, извините, ореховым манилиозом, потом этот, как он называется, все съел, что мог, долгоносик, как бы тут вроде как ничего не видно, видите, листья здоровые, все, но два года я его не обрабатывала, такой лафы годами быть не может. Если вообще не обрабатываешь, они же плодятся, плодятся эти вредители, да, поэтому вот я в такой фазе буду его обрабатывать тоже. Это запорожец, это запорожец, посмотрите, все облито просто, ну, я вообще отдельное видео сниму, как у меня, как-то запылился, опылился и завязался абрикос, вот, ну, я очень довольна, тут эти цветочки, наверное, его надо нормировать, но, честно, у меня нет времени их нормировать еще, бегать, тут хоть бы обработать, прополоть все, еще саженцы, у многих, кто саженцы выращивает, вообще даже близко садов нету, как мама моя говорит, такие садоводы, что даже садов нету, так как у нас и сад, и саженцы, тут не знаешь, куда бежать, если честно. Короче, три обработки, одна из них ключевая была во время цвета, и вот такое вот опыление, но надо же закрепить успех, то есть сейчас, если дожди какие пойдут, еще что-то, у меня, если честно, не было времени, взрослые абрикосы я не обрезала, у меня внутри, видите, загущенная крона, и когда, грубо говоря, у папы намного жестче все резал, у него крона не была такая загущенная, у меня просто времени не было, я в первую очередь обрезаю все самое ценное, какие-то маленькие новые сорта, груши обрезаю в первую очередь, ну, у каждого свои ценности, короче. Поэтому у меня загущенная крона, я это прекрасно понимаю, но вот надо, скажем так, закрепить успех, да, такого этого опыления, поэтому я буду обрабатывать тоже абрикосы скором, четвертый раз, вот, 1 мая. Так, тут у меня за сараем есть три сливы, две классических, а это гибридная лыча. Я, честно, не знаю, что за сорт, но она такая вкусная, вы даже не представляете, какая она вкусная, это гибридная лыча, просто обалденная. Вот, посмотрите, какое у нее пыление было, сейчас я сфокусируюсь. То есть она очень хорошо опылилась, да, шо ж такое-то. Короче, ее надо тоже обработать второй раз, ну, в смысле, второй раз и с использованием инсектицида от сливового пилильщика. Ну, и вот такая вот фаза черешни, уже, я думаю, пора ее обрабатывать от вишневой мухи, от вишневой мухи. Ну, правда, это ранние сорта, ранний сорт. Я раньше не обрабатывала ранние вообще, только поздние, вот, поздние и средние. Ну, что-то мне, я так по видео тоже посмотрела, что она может, если сильно тепло вылетать, и на ранние сорта садиться. Короче, я решила обработать и черешню, хотя бы один разик. Продолжение следует...